Субтитры подогнал «Симон» Друзья, 21 век, если мы действительно рассчитываем на то, чтобы кто-то слушал, то надо делать телевидение по-другому. Не берете вы слишком на себя много ответственности, чтобы гласить истину последней снации. И мне кажется, из-за этого люди и любят нас, что мы честно и искренне можем говорить. Потому что он так это на Америку, что мы все мигранты приехали, чтобы здесь можно жить. Я абсолютно вас поддерживаю. Кто-то здесь ищет Бога, имеет сострадание. Кто-то здесь заелся и перестал понимать боль. Я здесь прожила 8 лет, и мы с сестрой поехали в Украину. Я была, например, шокирована с Украины своего родного города. То, что в действительности, куда мы приезжали, все спрашивали, какие мы имеем там дома, сколько мы имеем денег, чему мы достигли в Америке. И всегда они хвастали своими деньгами, своими домами. Мы просто сестрой, просто, извините, пожалуйста, мы просто закрывали роты. Мы говорили, вы не спрашиваете, как мы вообще в действительности живем. Вы не хвалитесь своими достоинствами Божьими. Почему вы только зациклили все на деньгах? Я была шокирована в том, что в действительности в Украине все заложено насчет денег. Там больше насчет денег, чем здесь. Вот смотрите, мы делаем типичную русскую ошибку. Русские или любят, или убивают. Понимаете? У нас нет полутонов, все белое и черное, все конкретно. Или в Америке все святые, а вы там все в Украине позажирались, только за дома и спрашиваете. Или, наоборот, здесь в Америке, я не хочу сказать, что в Америке, понимаете, у меня здесь столько друзей. Они мне вот, один дал мне машину, другой мне дал телефон, одни меня кормят, одни меня угощают. Как я могу сказать, что здесь люди не имеют сострадания? Я так не могу сказать. Но тут же я говорю, что часть людей здесь, им абсолютно все равно, чем я занимаюсь, им абсолютно все равно миссии, которой я занимаюсь. У них свои бэкьярды, у них свои лыжи, у них свои мебли. Такое тоже есть. И в Украине такое тоже есть. Поэтому мы сейчас, друзья, понимаете, это глупо. Мы еще сейчас начнем спорить, кто где святее или что. Это вообще страна сейчас не играет роли. Мы говорили о причинах иммиграции. Если ваша боль не отзывается в сердце кого-то, а человеку на данный момент лучше его бэкьярды, это вообще не говорит о том, что у него нет никакой страсти по духовным вещам. Вот это и есть субъективная интерпретация вещей. Потому что ты не знаешь человека. Никто не знает человека. Если бы я видел его страсть к делу Божьему хоть в каком-то направлении, это бы меня вполне удовлетворило. Вот здесь ты начинаешь судить. А Библия говорит, что нам? Человек говорит, что натура Махненко служение, но я вот там, Библия. Хорошо. Если бы у него хоть от какого-то... Сергей, Сергей, мы говорили о левке. Мы говорили о левке. Неужели ты можешь сказать, что вообще ни за кого нельзя говорить, что человек, допустим, охладел, не ищет Бога. Нельзя? Я пастор. Он тебе скажет, это мое субъективное мнение. Я в другом ищу. Я пастор, поэтому я всегда буду говорить во благо своего народа. Вещи, которые вы сейчас выносите на поверхность, это исключение из правил. Вот эти невоспитанные, хвалящиеся румынской мебелью своей джакузями или бекьярдами. Когда мы говорим на примерно 60-70 тысяч людей, сюда переехавших и делающих титаническую работу, которую они делают, это не только Украина. Это мы говорим о Мексике. Первое утро у меня в Штатах. Первое утро. Вот я приехал, меня поселили в первый дом, и у меня в голове со мной приехала идея, что здесь, ну, не обижайтесь, но у меня в голове приехала идея, что здесь вообще все, христианство закончилось, все отпали от веры, и никого не осталось. Смотри, он начинал прошлый мир совершенно с другого. Нет, подожди, это была первая стадия, вот с такой идеей я сюда приехал. Я просыпаюсь в доме, где я ночую, слышу шум, молодые люди, что-то происходит в доме, захожу, в гараже человек 15-20 молодежи, пакуют посылки в бывший Советский Союз. Я говорю, простите, а вы кто? Мы молодые люриоты. Когда я понял, я говорю, а у вас что, это ваша работа или как? Нет, мы вот собрались, решили посылки делаем. У меня просто бабах щелкнуло уже к концу этого дня. Ген, а ты сам противоречишь себе. Я увидел посвященных людей, служащих, жертвовщих. Сергей, я не понимаю. Мы вот это все не выбрасываем. Мы же не говорим. Вас завело всего, сейчас вот прямо вас завело. Меня не завело. Нет, меня не завело. То, что мы подумали, или сказали, что здесь есть такие люди, которые осуетились. Я бы сказал таких людей полным полно. Как вы могли на 60-70 тысяч такое сказать? Я бы сказал полным полно таких людей. Мне непонятно. Мы много говорим положительно, потому что мы видим это положительно. Понимаешь? Мы об этом говорим. Все хорошо. Но когда мы посмели сказать, что есть здесь и такое, да как вы могли на такой аудитории такое сказать? Ну зачем? Я это не понимаю. Я не защищаю свой народ. Давай, чтобы ты нас услышал. Я говорю, там есть те, которые живут для себя. Прихожане стали. Первый человек, который меня встретил здесь у вас в Сакраменто, в аэропорту, пожал мне руку, сказал, Здравствуйте. Хвали, как можно больше, иначе живыми не уйдем. Здравствуйте. Божий человек. И его машина стала моей машиной. Его холодильник моим холодильником. Его банковская карточка. Очень часто оплачивали мои расходы. Даже умирая, этот человек ушел в вечности так давно. Даже умирая, почернев уже, он вставал, шатаясь, и говорил, пастор, тебе нужно помочь. Поехали. Я организую это. Я сделал это. Я говорю, подожди, перестань, пойди, ляг, успокойся. Нет, надо помогать. Говоря о том, что есть категория духовных бездельников, лентяев, зажравшихся людей в Сакраменто, в Нью-Йорке, где-то, мы однозначно говорим, есть огромное количество божьих людей здесь. Первым, позор и стыд. Как в Украине, так и в Америке. Вторым, честь, хвала и благодарность от Бога. Ты считаешь, все равно противоречие? Конечно, противоречие. Ты хочешь, чтобы мы сказали здесь все хорошие? Я хочу, чтобы мы им налилую успели Сакраменто сказать. Я обосную свою позицию, потому что он сказал, это не мои слова. Я сидел, показывал ребят с венами, а он хвалился мне своим Бекьяр. Да, такое есть. Моя позиция была, быть может, эти ребята с венами, это не область его юрисдикта. Согласен. Быть может, он помогает, но этот случай... Услышь меня. Услышь меня, дай мне закончить. Но вот этот случай, он сразу же посеял семена сомнения в отношении этого человека, и он озвучит это публично. Окей. Твой же гость, который хвалился румынской мебелью, да, или джакузи, или чем-то, то же самое. Ты поспешил... Это два парня, которые со всей эмиграцией все-таки встретились, один-один, один-один, Я о чем говорю? Что мы иногда... Или это явление в стране? Я могу закончить или нет? Да. Мы иногда спешим, потому что мы не знаем, что человек делает. И если его не заинтересовал твой детский дом, или ты будешь найден, или другой проект... Сергей, ну мы не об этом. Если бы он сказал, вот сказал встал, и сказал, плевать мне на ваш Пелерим, и на ваши там паруса надежды, и на все ваше, но... И начал бы рассказывать мне там о миссии в Африке, или о работе на телевидении здесь, или о реабилитационных центрах, или о том, как они начинают церковь в соседней части Сакрамента. Я бы сказал, да конечно, нет проблем. Понимаешь? Но если у него нет какого Божьего дела, не повышается давление и пульс, а только от Бехьярда... Понимаешь? Вот это тревожно, и это есть. Мне тревожно, что мы не прислушаемся к словам Господа и Спасителя и Иисуса Христа, который сказал, не судите, да не будете судимы. И апостола Павла, который сказал, не судите никак прежде времени. Подожди, апостол сказал, что иные возлюбили нынешний век и живут для чрева своего. Это тоже сказал апостол, что-то не судите. Таких полных... Ты говоришь об этом хвалящемся своим джакузи, что он возлюбил нынешний век. Да, да. Я очень люблю ваши джакузи. Я готов это сказать. У кого есть джакузи, внимание, не спешите меня анафемировать. Меня предали анафеме в прошлой передаче уже. Если у вас есть джакузи, пригласите, мы с белым портфелем просто побаримся и поблагодарим Господа. Мы не против джакузи. Мы против того, чтобы джакузи было единственной страстью в жизни. Понимаете? Вот это... А я против того, чтобы по одному отношению человека, быть может он недопил чего-то, начал хвалиться своей мебелью, румынской, кстати. Или перепил, да. Но мы за джакузи, мы за хорошие автомобили у вас. Какое удовольствие получаю, когда я езжу у вас на нормальных машинах? Я имею теологическую сейчас, вот слышу проблему, я не верю, что это так. Нельзя сказать пастору, что ты не можешь никому, никого обличить, ни о ком сказать, потому что может быть у него все по-другому. Если бы он обличил его, он этого не сделал. Он пришел на программе это сказать. Вот если бы он обличил его, я не встал и не сказал. Это было бы в духе Христа. Идолопоклонник. И не отрусил пыль и не ушел из его дома. Понимаешь? Сереж, мне взроснулось. Я, мол, сейчас собрался и удалился. Это очень честная программа. Я буду защищать своих людей. Не рассчитывай ни на что-то другое. Знаешь, что ты защищаешь? Ты защищаешь свою идею и свое право. Я не идею защищаю. И право людей не прислушиваться к боли. Нет, я не идею защищаю. Это вы защищаетесь сейчас. Если бы я видел сплошь и рядом людей, которые бесчувствительны к боли, я бы пел под вашу гармошку. Но когда я вижу сплошь и рядом люди, которые гораздо открывать и сердце, и кошельки, и свои дома, чтобы служить нужным других людей, тогда я говорю... Но ты же слышишь нас? Мы говорим, да, мы это тоже видим. Мы об этом свидетельствуем. У меня здесь вообще сейчас эти пять дней, которые мы здесь, у меня какая-то ностальгия на меня напала. Я вспоминаю одного за одним. Десятки людей, которые открывали свои дома здесь, да, вот сейчас я прямо после программы поеду в одну семью. Человек когда-то подошел, сказал, Геннадий, вот мой дом, вот ключи, вот моя машина, да, и это работало, это помогало нам выживать там, понимаешь? Послушай меня, Гена, так вот, тысячи людей, которые к тебе не подошли, и ключей от своих домов и машин не дали, и свои кредитные карточки к тебе не вручили. Это не значит, что они не сострадают в какой-то области и не помогают. Мне нравится, что на двоих портфелях вы начали говорить в одном духе. Вот это уже достижение большое. Смотри, Америка как наехала на Украину. Вы сейчас не белый, не черный. Такого у нас вообще нет. Вы сейчас не белый. Чтобы у нас двоих кто-то наехал. Вы сейчас не белый, не черный. Я бы был, чтобы я его защищал. Вы сейчас не белый, ничего, вы серый. Смотри, вот знаешь, что я слышу, Сергей, я это много раз слышал. Как там на Украине? И во всей интонации, во всей позе слышится, скажи, что там, чуть не сказал, скажи, что там очень плохо. Таким образом, человек чувствует себя хорошо. Мне кажется, ты сейчас пытаешься защищать людей, которых не надо защищать. Которых как пастору надо обличать. Которые стали жить для себя. И таковых здесь, поверь мне, много. И не надо ничего другого говорить. Таких тоже много. Как много тех, кто посвящены. А многие живут для себя. В Украине такое тоже сейчас. Я сегодня, скричу. Почему я стал, я тебе рассказывал, стал делать программу, миссия возможна. Потому что я увидел, после 20-ти летия пробуждения в Украине, в России, многие стали жить для себя. Бизнеса пошли, человек хватается работы, по 5 работ, везде, где заказы можно взять. Стал, человек хочет жить лучше, лучше и лучше. И в Америке это тоже одно из искушений. Поэтому не надо говорить, что мы сейчас немножечко уклоняемся. Нашли два каких-то сумасшедших, которые живут для себя и попытались очернить всю эмиграцию. Мы немножко сейчас... Вы сражаетесь с этим, понимаешь? Мы сейчас... Во-первых, едут много. И может быть, человек устал всем сострадать. Он хочет пожить для себя. Вот крамольную вещь скажу, да? В Америке всегда ты перееденный, да? Но я вам говорю, я был в Америке голодный. Я молился, Господи, накорми меня. Я голодный. У меня нет ни денег, ни машины. Я не могу в магазин. Я голодный. У меня такое тоже было. Я попал в такие семьи, где меня не кормили. Сергей. Сумасшествие в Америке. Ну такое было. У американцев жил, правда. Вот, говорит, рефрижератор. Я открыл. Вот такая банка кетчупа. И я открыл это на третий день, потому что я не могу лезть в холодильник людям. Но когда я уже открыл, вот такая банка кетчупа. Начал кетчуп кушать. Где они ели, когда они ели, я не знаю. Я жил у них, я был голодный. Качество нашей жизни определяет наша ассоциация. Люди, с которыми я ассоциируюсь, с которыми я провожу время, с которыми я общаюсь, я не вижу, я не говорю, что среди них нету безразличных, но я не вижу. Когда я знаю о людях, что они не от большого достатка несут деньги, чтобы помогать, субсидировать нашу программу в Украине, в других странах бывшего Советского Союза, я знаю, с какой щедростью делает это один, второй, третий, пятый, десятый. У меня не поворачивается язык. Говорить это, и мои уши не хотят слышать то, что сейчас вы говорите. Потому что для меня это как бы... А почему тебе сложно разделить, вот сказать, один так, один так? Почему это сложно? Почему вы хотите всем комплектом воздать славу всей эмиграции, все с последних сил жертвуют на всякий... У меня нет проблем разделить. Раздели, скажи. Одни вот такие, которым честь и хвала, и Бог воздаст. А одни, которые живут для себя. У меня нет проблем с разделением. У меня проблемы... Которые в Лас-Вегасе проигрывают сотни тысяч. Нет таких, скажешь? А я их знаю. Я их знаю, которые мне хвалятся. Они там... Понимаешь? А вот мы пообедали за пять тысяч... К нему один подошел, говорит, Господь сказал, даст деньги, пойдем, пойдем. В автоматы выигрываем. Если у него есть деньги, и он хочет пообедать за пять тысяч, какое это мое дело? Послушай, послушай. Человек, который... Человек, который сто тысяч проигрывает в Лас-Вегасе, Сергей, и потом равнодушно зевает, когда я ему рассказываю о проектах, для меня это диагноз. Вот где слабость нашей славянской души, да? Какое? Мы всегда измеряем человека по размаху его жизни и говорим о его изъянах, потому что он проел пять тысяч или он поехал на отпуск за пятнадцать тысяч. Сережа. Какое мое дело, если он... За пятьдесят тысяч на отпуск. И это не дает мне права... Вообще не вопрос. Ну ты... И это не дает мне права судить о человеке. Сережа. Не надо судить, он сам судится. Он сам судится, понимаешь? Я не могу о нем судить. Я должен сказать, парень, если у тебя три миллиона и ты сто тысяч проиграл, ты клевый хлопец. Вообще молодец. Можешь даже двести проиграть. Так? Я ему скажу, ты ерундой занимаешься. Тебе надо покаяться. Потому что Бог дал тебе эти миллионы для того, чтобы ты разумно жил. Я бы себя осуждал, если бы у меня было пять миллионов, и я пошел с дуру, проснувшись утром, сказал, да у меня же много денег, прошел, проиграл хотя бы 300 долларов. Я бы сказал, я дурак. Я бы сказал, Господи, прости, я вот просто впал в искушение. Так вот, сейчас мы возвращаемся к нашему изначальному вопросу. Я не знаю о людях, проигрывающих по сто, по сто пятьдесят тысяч, но все это возвращает нас к тому, что институт церкви в условиях эмиграции не сделал достаточно качественной работы. Почему люди и уклоняются вот к таким делам. И мы, это то, о чем я говорил раньше, опаздываем. Это нам не к чести. Но мы наверстаем свое. на белых ночах вообще-то в этом году будет столько всего. Ежедневная, насыщенная и развивающая детская программа, романтические ужины и церемония обновления брачного завета на берегу, семейные авторские тренинги, мастер-классы и индивидуальные консультации. И, конечно же, отдых на море. Да, на белых ночах для детей и супругов будет все. Разве что, кроме муки. Милая, а что вы собрались готовить из муки? Вверху страсти, мордасти, покойники, избитые лица, гробы. Реально, реально. Это христианские здания. Давай прочитаем. Христианские здания братца святого апостола Павла. Что ты хотел сказать? Это наша история. Это потрясающая наша история. Это наши радости и наши победы и поражения. Вот христианская книга «Гробы, гордыня и дети на танках». Ты хочешь, чтобы я своего ребенка давал это читать? Геннадий Махненко. Не педагогическая поэма. Впервые школа бизнеса и духовного управления и от «Россия». Это новый подход к управлению бизнес-проектами, основанный на принципах Царства Божьего. Программа школы включает в себя эффективное обучение пробуждению региона через управленцев-христиан, технологии успеха и принципы евангельского мышления через создание бизнес-проектов. Экспресс-обучение от опытных бизнесменов с миллионным оборотом и мышлением Царства Божьего. А именно Глеб и Светлана Спиваковы, Александр Марчук, Наталья Нишкевич, Роман Божок, Вадим Евсюков и Владимир Шульга. Школа признана Европейскими региональными фондами развития и РТФ и РФ. Впервые в России Школа бизнеса и духовного управления. Город Тольятти с 11 по 31 мая. Челябинск с 4 по 23 ноября. Настоящее золото России это не богатые ресурсы страны, это люди, которые живут там и делают жизнь других лучше. Обязательная регистрация на сайте spiritv.org Словами апостола Павла, тем, кто постоянством в добром деле ищет что там, славы, чести и бессмертие, жизнь вечна, тем, кто действительно любит Бога, любит людей, служит, ну, спасибо всем. Тем, кто зажрался, кто живет просто для себя и вяло посматривает, знаешь, с высока там на то, что позор, стыд и сраб. Точка. Дмитрий Иванович, скажи что-нибудь доброе теперь. Я хотел доброе, у меня не получилось. Скажи что-нибудь доброе. Я уже здесь осторожно быть. А вот я, проживший в условиях эмиграции 22 года, скажу, что такое обличение, оно не сработает. А ты знаешь, а мне чихать, сработает оно или не сработает? А это другой вопрос. Ну, правда, ну, я же, ну, не сработает здесь, сработает где-то там. А, Сергей, а почему не сработает? Сработает. Потому что истина должна быть сказана в любви, а это было с каким-то сарказмом и даже насмешкой. Не-не-не-не-не-не. Мы все время, как бы, в сторону любви мы подомнем истину. Это большая проблема. Ровно как и в сторону истины мы отбрасываем любовь. Я говорю искренне, мне так жалко человека, у которого о словах, при словах о бэкьярде зашкаливает пульс и который не знает драйва от служения Богу. Мне так его жалко. Я говорю в любви. Мне жалко. Это жалкая, несчастная жизнь. Хоть в каком бэкьярде, в хоть каком бассейне, хоть в какой машине, если тебя от этого распирает, а от служения Богу нет. Понимаешь, мы созданы для того, чтобы служить для него и служить ему. Я за машиной. Дай вам Бог всем хорошие машины. Дай вам Господь всем хорошие дома. Дай вам Бог много денег в конце концов и в наших украинских интересах. Скажите, Медович. Понимаешь, мы только за. Но не дай вам Бог здесь в эмиграции думать, что это вот то, что вот как-то от этого прет жизнь. Ну, не прет. Ну, Сергей, ты мой друг, ты мой старый друг. Вот, если бы он не жил так, можно было бы сказать, что просто парень сейчас выпендривается здесь. Но он так живет. Он, понимаешь, кто, кто, я, я, я живу очень хорошо. Я, наверное, не могу так сказать. тоже очень хорошо, когда он у него в гостях. Он живет просто, вот так жить нельзя, как он живет. Я не могу часто высыпаться. Поэтому вот, если бы он так не жил, можно было сказать, что он просто сейчас пиарится. Но он так живет. Он захотел. Он поставил двухъярусные кровати в комнате, где вот дом 50 квадратных метров и живет там с 15 детьми. Он так живет. Поэтому, но он имеет право так говорить. Он же платит цену сам. Он сам так живет. Давай спокойно. Я что, я хочу хороший дом. Я хочу хороший бакьян. Он не может и не сможет. Я хочу хороший бакьян. Понимаешь? но, но, еще раз, я правда отдыхаю здесь. Я сейчас вот живу в хорошем доме. Я езжу на хорошей машине. Да, здесь братья дали мне хороший автомобиль. Я высыпаюсь у вас, кушаю хорошо. Все нормально. Я рад за вас. Искренне. Не грамма пренебрежения. И очень рад видеть. Но вы руливаете, потому что время заканчивать программу. Очень рад видеть, что сегодня здесь поднимается. Мне вообще тоже, вот он сказал, мне плевать. или там чихать. Мне, мне, смотри, я имею смелость говорить. Я ничего не вырежусь. Какой сегодня выпуск программы? Это же историческая. Историческая программа, потому что Демидович и Махнемкина. Я боюсь, что 166-й. Мы уже бывали вместе. Да, 166-й. Это в этом районе мы находимся. Поэтому мне тоже, мне тоже все равно на самом деле, допустим, как это будет воспринято, потому что я должен говорить правду. Я должен говорить, как я понимаю, иначе я буду врать. А врать, вот это уже плохо перед ним. То есть, я думаю, что вот эта программа, как раз сейчас подтверждает, для чего она нужна. Найдите еще программу, где вот так бы смело бы говорили. Поэтому все нормально. И в завершение я хотел бы сказать всем сокромень... Как вас правильно? Сокроменьчане, сокроменьчане, сокромейцы. Как вас назвать правильно? Правда, большое спасибо. Да, и вот женщина хотел сказать, ну не обижайтесь. Вас Бог вывел, слава Богу, я очень рад за это. И в Украине, и здесь есть хорошие люди, есть кто живет для себя. И вот, ну последнее, да, телезрителям, вот не воспримите. Понимаете, мы можем сегментарно вот выхватить что-то, что нам очень по душе. Не сделайте этого, не почитайте нас, что мы вот здесь приехали и тыкаем пальцем все, кто наши фотографии внимательно не рассматривает, все живут для себя. Я так не говорю. Я понимаю, что такое может быть, что у человека, допустим, интерес не в детской работе, а интерес, не знаю, там слухонемыми работают. Его это вот все до Эми. Но думаю, то, о чем Гена говорил, и он почувствовал, что человек живет на уровне материального, и там его сердце. И Библия предупреждает, что есть такая опасность. И еще раз, что даже на Христа надеется в этой жизни, в России, даже если он думает, что Бог ему все это дал. Это опасность. Поэтому я с тобой именно теологически не согласился, что обличать такого человека и говорить об этой проблеме, это является судить. Нет, я на своем месте. Мне Бог, когда явился, Он мне одел военные одежды и сказал, иди занимайся. Вот я сегодня, я занимаюсь своим делом, я боюю, я говорю о явлении. Ты вкладываешь слова в мои уста, потому что я не говорил, что обличать не надо человека. Ты сказал, ты судишь. Правильно, потому что он судил. А я говорю, это не суд. Это священник, который говорит. Нет. Это зло. Нет. Если бы он обличил его, было бы совершенно по-другому. Он пришел на программу рассказать. Да я согласен. Маловато, духа мало. Маловато духа. Я переубедил Махненко, ты представляешь? Это еще одна причина для искусства волчего. Это очень надо быть, не знаю, или мужественным, или наглым. Понимаешь, ты пришел в дом, я тоже тогда вышел, я заплакал тогда, вот когда за мебель. Я вышел, сел в машину и заплакал. Мне казалось, мне плюнули, потому что это, знаешь, это тоже мое было посвящение и моя жизнь. Я это не для себя. Детский дом, мне нужно было содержать детский дом. Я вышел, и я заплакал. Я не мог сказать, я не мог сказать. Слушай, Виктор, Ах ты такой. Я не мог ему это сказать. Это его жизнь. Но я вышел, теперь я просто как пример привожу. Сергей, нам вечера не хватит. Я мог бы другую сторону сейчас предложить. Я могу только спекулировать об этом. Понимаешь? А что, если вот этот, скажем... Ну, давай, не заходить на новый вираж. Вы услышали, что мы любим людей и мы благодарны людям здесь. И это не вылезти из ситуации. Это изначально так мы говорили. Ты уже заканчивал программу и он заканчивается. Теперь я заканчиваю и скажу. Пожалуйста, никогда никого не судите и всегда выиграете. Не могу так закончить. Не могу так закончить. А я бы сказал, никогда никого не судите, но всегда всех обличайте. Никого никогда не хвалите, не влезете в просаг, никого никогда, никогда никому ничему сидите тихо, чтобы вас и видно не было. Тогда будет все хорошо. Это ты так заканчиваешь. Нет, ну так... Все, у нас три разные заключения. Похоже так, что... Пусть сами выбираете. Два портфеля в проблеме, потому что они пытаются кто судить, кто хвалит. Как нужно? Мы программу закончить не можем. Нужное подчеркнуть. Вот три варианта завершили. Выбери сильный нужд. Да. Друзья мои, простите. Простите, пожалуйста. Это вот искренне. Если что, простите. Дайте уйти отсюда живым. Все будет хорошо. Храни вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин